я сейчас на канале моего подписчика он начал вести свои видео и я на него подписался поддержал как сказать подписался поставил колокольчик и он выпустил свое первое видео если вам нравится тематика террарий то переходите на его youtube и можете увидеть его прохождение террарий и давайте преступник видосу и не забывайте подписываться на мой канал тоже ставьте лайки и конечно же делитесь моими видео с друзьями а лайки вы должны сайт потому что будете ставить лайки хорошие оценки в школе будете получать я вот ставлю лайки ему поставил и сам себе ставлю то что тоже хочу хороших оценок и на меня действует давайте приступим к видосу всем привет у микрофона ангроидос и это долгожданная террария за стрелка именно за стрелка ну что это покажет самый легкий класс и да кто не знает террария то сейчас он ну узнаете что это игра и если хотите можете даже ее скачать и это будет не просто прохождение это будет гайда прохождение да гайд именно для вас вы же у меня самые лучшие и давайте добьем 10 сабах конечно понимаю что это не так уж и много но давайте добьем давайте мы сможем это и кстати набирается и только как наберется 10 лайков на этом видео я сразу же моментально выпускаю следующую часть и снимать я буду где-то по 20-15 минут но даже 10 и что давайте приступим к игре и играть мы будем вот этого вот мире нет нет мы садим нового то что мы не нубы какие-нибудь мы самый лучший конечно средний сложность эксперт на мастере я буду играть и за другие классы ну может быть потому что за стрелка именно на эксперте четко играть зло давайте будет случайно ты что как разница только что в данже сундуки и луты с мимиков а что такое мимики узнаем потом вводим конечно же наше название и шикарное название шик шик и так вот я уже и создал мир и продолжаем вот такой вот у меня скин и извините откуда у меня сразу такой меч крутой это зачарованный меч он находится святилища сейчас вы видите картинку на экране как это святилища выглядит а если мы наберем над этим видео 10 лайков то видео вы новая серия выйдет мгновенно а также бонус как найти этот зачарованный меч за меньше 5 минут очень быстро также вы спросите почему не такой и в том же видео где я расскажу как получить зачарованный меч расскажу откуда у меня такие вещи самого начала а сейчас расскажу про что это такое это песчаная буря бутылки она позволяет так вот летать вот так высоко летать я уже найти песчаную бурю бутылки это аксессуар ее можно найти только в пирамиде до пирамида находится в таком биоме под названием пустыня иногда в нем появляется пирамида она может быть и под землей пирамида может заспавниться как костюм фараона которую эти на экране так так и песчаную бурю бутылки так и очень крутой аксессуар ковер самолет очень крутой аксессуар помогает в течение всей игры а пока что давайте нарубим дерево и так вот я и нарубил дерево и еще раз расскажу что кто такой гид ну вот этот человек это ниб нибов в игре очень много вот этот ним расскажет вам о всех крафтов если вы хотите узнать крафт пример самого лучшего меча террали нажимаете например на этот меч ну или на этот он тебе покажет что нужно для этого крафта этот меч и еще какие-то мечи такие как звездные ярости климат приливов и так далее а также гид дает полезные советы ну и в начале если у вас будет не очень хорошее оружие то есть слабое он вас может защитить своим стрелами и говорю еще думайте то что я дерусь сметь мечом и так это будет не просто террали за стрелка это будет терралием дуэта то есть и террали за стрелка в плюс война в плюс война как он такой уговор ладно если набирается 10 лайков новая серия выходит мгновенно пока что строю мой дом и да вы можете сорвать факелы факелы рукой если вы найдете такие вот знамя в пирамиде или в каких-то других местах то ломайте это же красиво но будет у вас на дом у дома висеть красотище примеру я повешу вот сюда сейчас будет лучше здесь в дом повешать ну как хотите их расставляйте я хочу пока что касается знамя эти знания они ничего не дают это просто красота но есть и те знамя которые упадают с достижения убийства каких-то мобов они это уже и приносят вам хороший результат и так когда мы оправляемся путешествие берем конечно же разделяем если у вас есть монеты золотые и берем одно в путь что дальше нужно иметь дерево конечно же у меня на закончилась еду убить вот уже один из саженцев меня вырос но я не буду их ломать я сама пока те кто кто-то были и да если вы что-то кто-то не поняли об обе и не знаете о нем том теперь уже нет необходимости входить youtube сети в правом в правом нижнем углу есть кнопка шестеренка нажимаете и нажимаете кнопку без тяги воду и стяги когда убьете этому вы можете посмотреть его характеристики также гид но у меня конечно его убили но вы убили но у меня его нету вот видите на зеленый слизи глаза всякие тут есть и вот можете посмотреть все характеристики конечно они не сразу открываются нужно несколько раз там его открыть но это все таки больше чем ютуб больше чем просто книжка и кстати если вы откроете вроде как больше пяти процент без тяги или 10 только приятно новый ниб под названием зоолог о нем поговорим не все этой серии наверно следующий пока что продолжаем рубить деревья и садитесь загор и да этот меч хорош на начале но в будущем он даже станет немножко бесполезным то есть урона не будет хватать а пока что об этом просто даже не думайте и радуйтесь его появлению но в будущем он вам пригодится так что там станет уже слава не думать его кидать лучше посадите в сундук как и вот этот вот меч потому что в будущем он понадобится вам для того чтобы скрафтить сам сам лучший в мире террарии меч зенит да это он зенит так я еще порублю деревьев и и продолжу с домом еще если вы видите что у вас внутри есть какие-то семена цветка дня или другие семена не спешите выкидывать это семена нужны для зелий то есть не было много цветков жизни счетов дня это хорошие цветки потому что с помощью их можно варить варите такие зелья только только уже лучше который будет восстановить не 50 дней здоровья а уже по 100 150 200 и так далее так что их не укидывайте цветки тоже не укидывайте а лучше храните сундуках чтобы местными занимали и что были и повторюсь если вы нашли какие-то зелья не спешите выкидывать сейчас узнайте про них получше пример зелья возврата она серпортироваться на сточках спана зелья добычи ускоряет добычу руды на 25 процентов хорошие зелья длительность 10 минут да они не бесконечны так что лучше похоронить зелья если вы им пока что не будет пользоваться хотите на потом оставить также всякие сюрикены это хорошее оружие но они на метателе так что мне они не к чему это оружие на метателя хотя метатели убрали из игры и стирали но все равно я не буду им пользоваться что я же лучник плюс воин конечно же крафтите кодверстак чтобы крафтить все остальные вещи если найдете большое дерево возьмите из него живой ткацкий станок да это дерево вы видите наверное на экранах если конечно найду фотку и бисерки ствол стулья сундуки и так далее и с и обязательно бейте слизни из них всегда иногда выпадают такие вещи как руда зелья и так далее и вот сейчас не выпал 10 железной руды это достаточно для начала и статуи лучше их не убрасывайте это многие статуи приносит очень хорошую пользу примеру статуя кота это очень хорошая статуя не помню что он делает но я знаю что на хорошая редко так что не спешите выкидывать эти статуи они вам еще пригодятся и да торговец прибыл потому что у нас внутри было одно золотое монета ну может и больше но сколько хотите золотых монет нужно главное чтобы они были чтобы этот торговец пришел к вам и вот мне слизня выпала снова что-то важно деле скорости пока что я не буду его использовать положил сундук потому что в террарии есть боссы из этих них нужно хорошо подготавливаться и так и советую вам всегда делать у дома вот такую конструкцию смотрите берете дерево и вот так ну можно еще такую конструкцию под землей сделать но у меня дом висит но стоит на земле поэтому я сделаю вот так конструкция вас будет час спасательства находитесь на спараде ставим костер и что же дальше видите в левом верхнем углу где мои вещи там есть какая-то штука уйти на огонь восстановление жизни немного увеличено ускорено теперь наше здоровье будет увеличиваться побыстрее круто как нужно больше и и ставьте не просто где-то доме а где-то в крах создавать и где-то хранилище и так я продолжу строительство дома так я уже до заканчиваю строительство вот такие вот предметы интерьера у меня стоят в доме и конечно же когда начинаете игру если вы строите дом здесь вот то есть сам здесь вот то обязательно встроите в артегемах скоро объясню почему но когда какой-то житель приходит то заходите без теарий вот хожу на клеера гида вы хотите чтобы они ставили скидки вам примерно покупки и конечно же когда смотрите когда взаимодействуете с этими людьми то они появляются без теаре то есть смотрите гид у него задний фон обычный то есть лес и поэтому ему нравится лес его сердце здесь вот в пустыне там на краситель какой-нибудь продавец будет а вот это торгует сейчас посмотрим где он будет жить где ему нравится жить да ему нравится здесь значит он здесь живет и он начинает продавать такой столб леса в будущем объясню зачем он потому что сейчас я не могу купить а сейчас покупать у него и видите у него скидка потому что если бы ему не нравилось биоми то он бы продал за одну голду а сейчас за 85 серебряных покупаем конечно же если хотите можете каску шахтера купить но я куплю только железную наковальню а свинку я буду чем ну сейчас расскажу зачем я купил и так свинку можете поставить хоть где но главное где-то вы доступны для вас вместе к примеру здесь в нее конечно же ложьте все свои деньги для удобства конечно все свои деньги также можете что угодно купить и это ваш перед будет как бы знаете эндерс сундук майнкрафте это тоже самое это тоже самое вот если у вас будет сигнал нотарея такая свинка то вы можете из любого уголка террарии заглянуть вот вот эту свинку а зачем ты удалось что деньги потому что что может было не носить деньги они были безопасны и видите мне появилась такая штука и теперь могу что-нибудь купить пример на них первое сейчас нужно побольше зелья лечебных плюс 20 штук ну 30 получилось случайно да да здесь конечно же еще покупаем сачок и наковальню если у вас конечно еще нет наковальню не советую крафтить то что можно ее купить за за маленькую цену видите что у меня было железо и точнее серебро она у меня упала слизней и я теперь из него могу что-нибудь сделать и конечно же делаем мы не какой-нибудь там меч ну не знаю это на ваш выбор а я сделаю другое потому что у меня из-за чего меч он лучше вот этого я сделаю себе наверное кирку кирка будет хороший выбор да да медную кирку можете уже выбросить она ни для какого графа не нужна конечно же мобы и все такое тут появились плохо вот только на канал можно сделать инструмент и он нет сейчас еще одну убьют я хочу в своей базе сделать типа такие вот входы то что моба надоедает они убивают моих нипов и как раз же я не выбрасывал мусорку в свои двери и они пригодились не надо их крафтить супер еще такую дверь вот здесь слишком большие дома не надо делать такие как у меня средний еще обязательно если у вас есть подсолнухи то садите их рядом свои базы то что вы начнете бегать быстро видите как я сейчас быстро бегаю это все подсолнухи значит где это стоят и они делают мне баф счастье вот скорость движения скорость движения и скорость воскресения монстров унижена а скорость движения увеличена увеличена и снова кирком и очень быстро их ломаем хотя с медной киркой я знаю что ломать их долго а также серебряной киркой 45 процентов мощности это хорошая мощность я конечно же и сачок имейте по себе всегда это важная часть всего все тирает скоро объясню почему также садим вот так подсолнухи я решил ее здесь здесь прекрас теперь буду быстро по всей базе вот не пуш за лесками дом вот тут сидит продает все такое теперь давайте обустроим вот эту комнату и так вот и все уже и доделал поехали еще маны сделал себе тут монстры на потоле еще подкопил денежек и вот уже обостроил эту комнату вот как выглядит вот это вот подождите сейчас я канделябру люблю ставить в такие места вот канделябр он делается легко вроде как факела до дерева и на вот такой вот штуки все красота а где свободные места можете и свои предметы ставить такой вот у меня получился дом здесь живет счастливый торговец вот как все это где-то на карте конечно а если я думаю следующей серии если вам понравилось видео конечно же подписывайся на канал ставим лайки и я старался выпускать серий и конечно долгожданная тиралья за стрелка за воина и лучника ну стрелка конечно же подписывайся на канал моего друга на которого рекламировал в начале и всем удачи и пока подписывайтесь ставьте лайки как еще раз включайте колокольчики и конечно же делитесь этим видео с друзьями всем пока и повторюсь если все делали так же как и я в этой серии то поздравляю вы на верном пути победе может я буду сидеть ладно ты на верном пути победе если вы играете на обычном или на эксперте ну это на ваш выбор сложности только обязательно смотрите мои гайды потому что я уже играю долго но решил и записать видео с и для вас я еще не записывал тиральный тут так что если что-то делаю не так просто поддержи расскажите что я делаю не так комментариях если хорошо то можете поддержать лайком но я уже сказал я бы то все делаю специально для вас и наконец-то же я хотел изменить свой цвет кожи посветлее всем удачи вот так и думаю всем удачи и наконец-то точно пока пока пока